На какие две группы делятся члены предложения? Они делятся на главные и второстепенные. Главные члены это подлежащее и сказуемое. В русском языке традиционно выделяют три основных второстепенных члена. Дополнение, определение, обстоятельства. Второстепенные члены непосредственно или опосредованно связаны с грамматической основой. То есть от грамматической основы можно задать вопрос к второстепенному члену. От этого второстепенного члена к другому. Дополнение выражают объектные отношения и отвечают на вопросы косвенных падежей. Дополнение выражается теми же частями речи, что и подлежащее. Дополнения бывают прямые и косвенные. Обособленные дополнения это выделенные интонационно и пунктуационно падежные формы имен существительных с предлогами или предложными сочетаниями, имеющие значения включения, исключения, замещения. Определение – второстепенный член предложения, который определяет признак предмета. Определение отвечает на вопросы «какой», «чей». Определение может быть выражено разными частями речи – существительным, прилагательным или местоимением. Подчеркивается волнистой линией. В зависимости от способа связи слов в словосочетаниях, определения бывают согласованные и несогласованные. Особой разновидностью определений является приложение. Приложение – это определение, выраженное именем существительным, стоящим в том же падеже, что и определяемое слово, то есть согласованное с ним. Приложения бывают согласованные и несогласованные. Приложения могут быть необособленными и обособленными, выделенными запятыми или тире. Приложение следует отличать от несогласованного определения, которое также может быть выражено существительным. Обстоятельства. Второстепенный член предложения, который обозначает время, место, цель, причину, образ действия, условия, уступку, причину и отвечает на вопросы «когда», «как долго», «где», «куда», «откуда», «как», «каким образом», «при каком условии», «подобно чему», «как что», «невзирая на что», «несмотря на что», «почему», «отчего» и другие. По значению обстоятельства делятся на восемь разрядов. Обстоятельства в предложении могут обособляться и не обособляться. Обособленные обстоятельства обычно выражаются одиночным депричастием, депричастным оборотом, именем существительным в косвенных падежах, как правило, с предлогом. Запомни. Существует три вида второстепенных членов. Дополнение, определение, обстоятельства. Чтобы правильно определить вид второстепенного члена, надо выделить грамматическую основу. Затем от определяемого слова задать вопрос к второстепенному члену. К подлежащему относится определение, а к сказуемому – дополнение обстоятельства.